Всем привет, мои хорошие! Ну что, погода у нас поменялась, как видите, облачно, тепло, жарко, даже душно, может, градусов 25, но солнца нет, поэтому нет смысла идти на пляж загорать, поэтому мы решили отправиться в горы, так как мы два дня уже лежим на диване, едим, пьем, вот жиры так как наращиваем, поэтому решили сегодня сходить в горы на два часика перед обедом, немножко прогуляться, так сказать, согнать наши жиры, ну и немножко прийти в такую форму. Вот, сейчас вам поснимаю, как выглядят наши горы, сейчас спустимся вниз, еще внизу там все поснимаю и буду показывать, куда же мы отправимся. Ну что, вот наши горы, думаю, вы их уже знаете, и вот хотим сейчас вот туда подняться, еще не решили куда, в середине, я не знаю, ну пойдем спускаться. Вот такая у нас по горе с облаками, как видите, вот так как-то. И вот здесь полно вот таких вот кактусиков, вот я снимала видео, мы ели эти красные плоды, то сейчас вот видите, эти кактусы цветут, вот так красиво, желтым цветом. Вот такая здесь панорама, вот такая красотища вам еще. Кстати, на удивление, сегодня не ветрено, как-то что-то ветер немножко упал, спал, как правильно говорить. Я в кепке, видите, я кепки вообще не ношу, но решила одеть, так как облачно, не хотела наносить солнцезащитный крем, думаю, одену кепку и попробую, как мне. Как бы не люблю кепки, но в принципе довольно-таки удобно, очки не надо одевать, учитывая, что сегодня такой облачный день, и поэтому, как бы, очень даже комфортно мне. Еще один вам кактусик красивенький сниму. И вот здесь еще тоже кактусики. Ну а мы спускаемся вот по этой дороженьке, вот туда по дороженьке, не знаю, куда мы поднимемся, но попробуем немножко подняться, так сказать, размять косточки. Так, вот здесь вот такой вот Мирадор у нас есть по пути, поснимаю вам немножко заодно океан. Сейчас я скучился по океану. Ну а мы отправляемся в горы, так сказать, хорошего нам пути. Вот здесь вот указатель на Чинамаду. Получается, вот за этой вот горой, за второй, будет Чинамада. Ну что, вот мы уже спустились пониже. Вот так красиво выглядит это ущелье. Вот здесь еще есть дом. Так, мне муж предлагает подняться на середину этой горы, вот которая перед нами. Там какой-то есть Мирадор. Не знаю, отдалее ли я этот подъем, но попробуем. Слушайте, по дороге нашли такое интересное дерево. Вот так цветет, как мимоза, да? А здесь внизу вот такие вот колючки. Прикольно. Типа из разряда, наверное, акации что-то. Не знаю. Очень красиво. Так, здесь у нас вот еще агава растет. И кактус уже цветет другим цветом, видите? Такой уже оранженький, красивенький. Прикольно. А вот там уже желтые цветочки. Здесь еще у нас кустогалы. Так, короче, чувствую, мы далеко не уйдем, если я буду снимать каждые пять минут. Но сниму еще вот вам ущелье. Так, мы вот по такой дорожке тут спускаемся. И вот потом хочется подниматься вот по этим вот ступенькам туда наверх. Здесь еще вот такой вот дикий пляж. Там чаще всего вот те, которые серфингом занимаются, ребята, вот там купаются. Так, сниму вам обзорочку. По этой дороге можно подняться в Чинамаду. Но подъем практически километр в высоту. Ну, не знаю, 900 метров. Это тяжело. Поэтому пока я не в, так сказать, не в спортивной форме, еще продолжаю колотиколы. Вот, это числа 20 июня заканчиваю колотиколой. И уже хочу... Мамус! И уже потихоньку начинаю заниматься спортом. Делаю зарядку. То есть, хочу приходить уже в форму. То есть, хватит уже чипсы до булки. Не знаю, как это у меня получится. Но я заметила, если я не ем всю эту гадость, намного легче себя чувствую. Поэтому вот потихоньку делаю зарядку. Где-то какие-то такие прогулки. Кстати, вот по таким ступенькам поднимаем сейчас. Видите? Так, здесь вот такое у нас еще ущелье. Красивое. Так, ступенечки. Вот там у нас еще вот такой подъем ждет. Поэтому потихоньку, да, грех, грех жить возле моря, так сказать. И не заниматься спортом. Потому что здесь многие бегают, постоянно пешком вот ходят. Такие пешие прогулки по набережной люди совершают. Вот, поэтому, да, пора заканчивать с едой. Пора заниматься спортом. Вот такой вам еще подъемчик. И вот там сзади осталась пункта Теридальга. Все, но я буду подниматься, потому что неудобно снимать и подниматься. Под ноги надо смотреть, чтобы не хрохнуться. Вот такой вот подъем, конечно, тяжело с телефоном совершать. Немножко вот тут дорожку еще поснимаем. Вот так вот. Так, ну все, буду подниматься наверх. Так, вот такая еще здесь красивая дорога. Кстати, горы называются Лос Арманус. Вдалеке Роке де Пинус. Вот такая красивая дорога нас ожидает с камнями. И вот такой обрыв, если что. Так что, короче, аккуратно. Вот такая здесь гора. Скала черная. У меня уже начинает немножко кружиться голова. Не знаю. То ли это высота, то ли страх. Ну, дорога вроде такая нормальная. Не страшно совсем. Вот так, видите, подниматься надо по камням. Короче, вот такие ступеньки крутые. Вот там гора. Такое ощущение, что на северный этаж поднимаешься. Я уже запыхалась. Не знаю. Что-то фигово с меня спортсменом. Сейчас еще немножко поднимусь и посмотрю, что там, как по силам. Ну, что, вот такая вот здесь дорожка. Пока, так сказать, ровненько не надо подниматься вверх. И засниму вам еще домик вот здесь. Кто-то сдуру построил. Я своего спрашиваю, там какая-то может дорога. То есть представьте, надо было наверх поднять все материалы, построить. И такое чувство, что заброшенный дом. Ну, вот человеку хотелось уединения от всех. Вот, а мы пока идем вот по такой дороженьке. Я уже вся запыхалась. Вся красная. Так, вот здесь еще поворотик вот так сниму. Вот так вот. И вот здесь еще вид на гору. Мы, короче, тут по дороге нашли вот такую пещеру. Видите? Это вот раньше в старину. В древность, да? Вот гуанчи жили в таких вот пещерах. Кто вот, кто не знает, кто не помнит. Гуанчи – это такое местное население, переселенное с Африки. Вот как они называются. Беребер или как они. То есть вот эти вот племена с Африки первые были поселенцы Канадских островов. Еще немножко вам видно на скалу. Вот так вот. Так, здесь дорога была широкая, а здесь узкая, опасная. Так что прячу телефон и пойду вперед. Субтитры сделал DimaTorzok. Слушайте, мы сейчас решили, что этот вот дом, вот видите, он как бы внутри вот скалы, да, пещеры. То есть, скорее всего, вот раньше была там Куэва, то есть это вот пещера Гуанчи, и люди построили там дом. Но, походу, там никто не живёт. Так, немножко вам ещё ущелья. Такая красота для любителей гор. Как бы мы тут ещё не очень высоко. Так, и вот здесь вот такая вот дорога. Новая Р. Короче, что-то у меня силы появились. Я тут 5 метров прошла, уже думала, дальше не пойду. Ну, ещё метров 100 может протянусь. Вот такой ещё красивый вид. В принципе, дорога вот очень хорошего качества. В основном вот так вот этот камень. Широкая, широкая дорога, то есть не узкая, не страшно идти. Потому что там, где мы шли, вот в Тоборно, была в 3 раза уже дорога. И мне там было очень страшно. То здесь нормально. Ещё поскинуть пару килограмм, будь в хорошей физической форме, тогда вообще не страшно. Так, вот здесь ещё скалу поснимаю. Красиво. И вот здесь вот так вот. А здесь ещё вот вам такую красоту поснимаю. Видите? Скала. На такие мелкие кусочки дробится. Так, и вот там вдалеке ещё одна Куэла. То есть ещё одна пещера. Сейчас мы туда поднимемся. Посмотрим. Ну что, вот мы подошли к этой пещере. Такая вот огромная пещера. Чтоб вы видели. Вот такая вот. Вот так люди раньше жили здесь. Старину. Вот теперь нас ждёт вот такой вот сложный подъём. Видели вот так вот высоко по камням в гору. Довольно-таки опасно, я бы сказала. Так, ну что. Всё, вот я перешла перед перевал. И вот дальше идёт такая нормальная дорога. То есть вот туда наверх нам ещё надо подняться за эту гору. Что случится сказать, дорога в принципе не опасная. Местами, да, вот такие каменистые отрезки. Мне даже страшно. Но я преодолеваю страх. И вот если мы преодолеваем страх, свой страх, мы становимся сильнее. То есть я себя такая уже чувствую прям. Вообще, я молодец-молодец. Ну, на самом деле, я здесь, говорю, дорога не опасная. Поэтому кто хочет приехать к Пунту Даридальго, подняться в Чинамаду, например, или вот как мы, вот хоть на полгоры прогуляться. Да, советую. То есть даже такие вот неподготовленные туристы, как я, могут совершить подъём. И вот вам ещё такой вот вид. На гору. На ущелье. Минус такой, что я хочу пить. Я хотела взять воду, но не хотела тащить рюкзак. Поэтому я хочу сейчас жутко пить. Нам ещё возвращаться. Ну, в следующий раз, не боленюсь, возьму рюкзак с водой. И вам советую. Потому что без воды, конечно, тяжело. Так, и сейчас это подняться вот этой вот дороге. Вот туда наверх в гору. То есть такой тяжёлый будет путь. Вот, поэтому снимать не буду, потому что буду тяжело дышать, я чувствую. Всё, погнали. А, кстати, вот эти вот знаки, видите, что это правильная дорога. Вот, что мы идём. И вот с этой стороны, видите, за крест. То есть кресты туда не надо идти. Всё, там потерянная дорога. Мой говорит, что я как-то раз пошёл, заблудился, короче. Вот если такие знаки, это, короче, туда не надо идти. Это не та дорога. А вот надо идти, вот когда вот такие знаки. Чтоб не заблудиться, чтоб вы знали. Вот, ну, мы пошли вперёд. На гору. На гору. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что, вот мы поднялись на первый DimaTorzok Мы могли считать такой небольшой, а там за горой ещё будет другой, побольше. Но у меня уже нет цвета идти. У меня уже вся красная, мокрая. Хочу пить. Умираю от жажды. Так, а это вот с обратной стороны видны вот эти горы Лос-Эр-Манус. И вот там у нас Пунта-Дали-Дальга. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что, вот это и есть наша конечная, так сказать, точка назначения. Это тут Мирадор, смотровая площадка. Вот, как вы видите, здесь всё очень красиво. Открывается красивый вид на океан, на горы. И вот туда идёт дорога на Чинамаду. Туда продолжается подъём на гору Чинамада. Вот, а с этой стороны горы видна Пунта. Наш посёлок, Пунта-Дали-Дальга. Вот видите, там где-то высотное здание. Вот там мы живём. Вот оттуда мы притопали. Сейчас придётся спускаться вниз. Так что теперь меня ждёт не менее сложный спуск, чем подъём. Но, конечно, подниматься тяжелее, чем спускаться. Вот, но я горжусь собой, что я это сделала. Вот, поэтому вам тоже желаю, так сказать, совершить это путешествие. А ещё вот по этим вот горам бегают ящерицы. Вот такие огромные. Ну, а мы прошли где-то 3 километра. Вот такой вот был подъём. Где-то вот так был, где-то так приходилось подниматься. То есть, как видите, по мне я вся красная. Запыхнувшись, хочу пить, хочу... Короче, хочу домой. Вот, поэтому я уже буду заканчивать своё видео. Надеюсь, вам понравился наш подъём в горы. Когда будете на Тенерифе, обязательно тоже сходите в горы. Это такие незабываемые впечатления. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Для тех, кто подписан, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить выпуск новых видео. И, как всегда, по традиции, всех обнимаю и целую. Всем всего хорошего. До скорых встреч. Пока-пока.